Мы говорили, что у нас цифровизация происходит во всем рынке. Она оказывает существенное влияние на все бизнес-модели, в принципе, всего бизнеса, и в том числе на банковский бизнес. Изначально нужно говорить, что до того, как перейти к тем конкурентам, которые возникли у банка, сама конкуренция выросла между самими банками, в самом банковском секторе, и это диктуется, прежде всего, требованиям потребителя, который желает, чтобы банковские услуги он получал круглосуточно, мог доступ осуществлять из мобильных устройств, то есть его не устраивают выходные, которые могут быть у банков. И кроме того, есть огромное желание у потребителя иметь доступ через приложение не только к самим банковским услугам, но и, так скажем, покупать что-то через единый интерфейс. И сегодня, допустим, открытие счета в банке выпуска пластиковой карты, он занимает уже не так раньше, а уже в отдельных банках, если это не персонифицированная карта, там до полчаса, до часа может проходить срок выпуска карты открытия счета. На сегодняшний день получается для банка, ну вот с учетом данного аспекта, лояльность клиента, желание клиента остаться именно в этом банке, она приобретает существенное значение, и банки стараются таким образом дорабатывать свои интерфейсы, дорабатывать свои услуги. Вот хотелось бы затронуть как раз вопрос, который поднимал Дмитрий Валерьевич, когда сказал, что правительство планирует внести больше 200 сотенных проектов, действительно, допустим, взять деньги, внесли в 115-й федеральный закон изменения, который вступил в законную силу, уже действует, и по которому банки в своих внутренних структурных подразделениях, то есть подразделения, которые в том числе вне банков, поставленные на учет в Банке России, обязаны при проведении квалификации или наличии желания клиента снимать первичную диаметрию или пообновлять ту, которую он уже сдавал когда-то где-то. И на выходе ЦБ, с учетом того, что к сроку вступления закона всю банки, соответственно, оказались не готовы не потому, что они не успели или не уложились в какое-то время, а просто получилось, что не было программного обеспечения, не было там огромный пласт направления, это безопасность передачи данных, соответственно, не были выбраны поставщики и дальше не было повода. На сегодняшний день эта работа еще в принципе не закончена, я знаю, что у нас была встреча с Ростелеком, она продолжалась. И вот на этой неделе, может быть, в конце прошлой, как раз они были согласованы поставщиков. И мы пришли к тому, что тот Центральный банк дал письмо, которое разрешил банкам не все ВСП свои оснастить устройствами для снятия и передачи геометрических данных, а там 20% в конце этого года. Но получилось так, как ряд вопросов еще досогласовывается, в том числе и сейчас, то банки с госучастием, которые должны госзакупки производить в определенные сроки, повалить тендеры, они просто, по сути, не укладываются, в том числе и к сроку 31 декабря. Ну и получается, по сути, то, как это было произведено, в торопях, оно, по сути, срывает эту же геометру. Вот тот закон ОЦФА, который был внесен в инвестиционную платформу, принят в первом чтении. На сегодняшний день у Анатолия Кеннадьевича Аксакова есть рабочая группа, в которой участвуют, в том числе и представители Исколкова, представители правительства, вице-президент нашей ассоциации, в нее входят представители Центрального банка. И, по сути, закон ОЦФА сейчас переработан так, что ничего общего не имеет с тем, что... И это говорит о том, что то, что было внесено, тот нормативный материал, по сути, он был настолько сырой, написан так криво, да, что он, по сути, просто похоронил это направление. И, получается, после доработки цифра, внесения его ко второму чтению, будет переработан закон о краумфандинге. Вот возникает действительно вопрос, насколько нужно так торопиться, для того, чтобы просто выбросить что-то на рынок, посеять панику, заставить там... По той же биометрии банки активно стали закупать камеры, которые потом оказались просто непригодны, да. Кроме того, поставщики, зная о том, что одобрены определенные требования к камере, они просто начали собирать сэл. Ну, как бы, ситуация, она, конечно, для банков никак не способствует. И вот, соответственно, вот в том числе, когда биометрия начнет реализовываться, да, возникнет, начнет реализовываться в том числе и маркетплейс. Я знаю, что центральный банк уже подготовил макет изменений, которые будут обсуждаться для того, чтобы маркетплейс заработал. Московская кайя-биржа, которая готова начать реализацию, насколько мы знаем, она в пилоте тестирует этот вопрос, там наши банки в том числе участвуют. И, ну, они, в принципе, если все заработает, закон будет принято, они готовы, насколько я знаю, в первом квартале 19-го года маркетплейс уже в плане вкладов начать, ну, осуществлять. То есть, соответственно, опять же, возникает вопрос для банков лояльности клиента. Если вы, не выходя из дома, можете перевести свои деньги в совсем другой банк, под сравнительно меняющийся процент, да, то, конечно, клиент будет. Поэтому вопрос удешеврения банковских услуг для банка также становится актуальным. И вот именно цифровая экономика, она, скорее всего, позволит это сделать. Но тут возникнут уже вопросы для физических лиц, которые работают в банке. По той простой причине, что если мы будем развивать искусственный интеллект, роботизацию, то получится кассиры, работники колл-центров, соответственно, аналитики, ну, так скажем, низкой ступени, да, самую первую, они, по сути, станут не нужны, потому что в работе больших массивов данных с помощью программ, сворим, составленных с помощью этих программ гораздо быстрее, гораздо точнее. И такие люди просто, по сути, станут не нужны. То есть у нас есть еще риск того, что у нас огромное количество людей останутся, соответственно, без работы. В том числе банки начнут сокращать свои структурные подразделения. По сути, они будут уже не нужны, если будет очень хорошо развита и работать удаленная идентификация, удаленный доступ к банковским услугам. То есть, соответственно, ну, вот это направление в принципе никто не прорабатывает, никто не обсуждает, что делать с теми людьми, которые не имеют эти знания, но имеют какое-то образование, там, бухгалтера, юриста, аналитика, и без эти знания они просто не будут, соответственно, иметь работу именно в этой отрасли. То есть не придется искать другие направления. Ну, соответственно, это касательно конкуренции внутри банковского сектора между банками, которые просто сейчас выходят на несколько иной уровень. Но самая, наверное, большая опасность для, по мнению экспертов, для банковского сектора, которые просто поменяют структуру конкуренции, составляют все-таки финтех, IT-компании, необанки, которые, соответственно, активно занимают патенишн, и банки просто начинают, соответственно, делать. Потому что, если в полной мере заработают компанию, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, я выскажу свои сомнения на том, лично, то банк потеряет доходы на переводы денежных средств, на аккредитование и так далее. Соответственно, банки вынуждены на данном этапе осваивать несколько иные ниши, то есть переходить туда, в те отрасли, которые изначально никогда не были банковскими отраслями. Например, мы можем говорить о том, что банки запускают платформы, копируются, скажем, с другими банками, либо с IT-компаниями, покупают продукты IT-компании. Ну вот, самые простые примеры, например, у Сбербанка есть док-док, есть док-клик, где вы можете, соответственно, получить лиценскую услугу, там, в кредит, получить на дорогостоящие операции, денежные средства, соответственно, купить недвижимости, изначально при ротопе в кредит, не выходя из дома так же, аналогично лезет услугу на сайте Росбанка. То есть, банки активно начинают осваивать это направление. И, например, по вопросу конкуренции между банками, я знаю, что многие клиенты Сбербанка жаловались на вот этот спасибо, который, в принципе, только у партнеров, количество которых снижается. Но вот сегодня Сбербанк начал спасибо менять на уровень. То есть это тоже шаг на встречу клиентов. И, соответственно, монетизировать все это спасибо и переводить их в деньги. Например, тот же Дниковбанк, он запустил свой отрасль. То есть мы видим, что банки активно начинают осваивать данную отрасль. Но при этом есть еще одна проблема. Это есть крупные банки, которые готовы вкладываться в IT-инфраструктуру. Развивать это направление есть. Банки, так скажем, средней руки, региональные банки, для которых это достаточно дорого. Но в та же самая биометрия, например, банк какой-нибудь небольшой, он не может разработать собственное ПО и его внедрить. Соответственно, ему нужно покупать. У того же Ростелекома ПО для рабочего места, для снятия биометрии порядка пойдется примерно в полтора миллиона. Вот, соответственно, ПО, которое основное сейчас готовится для безопасной передачи данных, но там же в общий банк, оно стоит от 5, по-моему, до 15 миллионов. Ну, для маленького банка это колоссальные затраты, тем более, что, во-первых, он не уверен, что таким образом, об этом банке говорят, они не отдадут своих клиентов крупным банкам. И, кроме того, не уверен, что сам клиент придет снимать эту биометрию, какую-то отдаленную биометрию, и фактически это может быть деньги на эти. И, соответственно, мы с Ростелекомом проговаривали, они сказали, что вопрос решает. Именно в плане передачи информации оператору, то есть самая дорогая услуга, возможно, будет разработан некий проект облачной технологии, но тут тоже нужно согласовать на соответствующую структуру, насколько они на это пойдут, чтобы был некий процессинговый центр, который будет обслуживать несколько банков, что позволит утешить, соответственно, стоимость этой услуги, стоимость безопасной передачи данных. Таким образом, если говорить о том, что может еще помочь, например, Банк России создал стацию финансовой технологии, создал эминитивную песочницу, в которой обсуждается проект, который на данный момент в полной мере не может быть реализованный из-за каких-то препятствий в законодательной отрасли. Вот созданная Банком России стация финансовых технологий, которые направлены на развитие соответственно, IT, там прорабатываются вопросы быстрых платежей, в том числе и изменению законодательства. Цифровой профиль, цифровое согласие и так далее. Вот, например, уже какой-то момент цифрового профиля был отправлен в ФЦБ. Мы даже у себя в Ассоциации банков России собирали небольшие банки, те, которые не являются участниками Ассоциации финансовых технологий, потому что достаточно большая взнос. И нам, например, представляли этот саму концепцию цифрового профиля. Но на мой взгляд, допустим, та идея, которую предлагает Сбербанк, Сергей Лиспоров, которая называется направление цифровой энергичности, она гораздо приемлемой для всех. То есть, в отличие от того, что предлагалось в АФП, создать некоего нового оператора, который будет цифровой профиль формировать, Сбербанк предлагает развитие ИСЕ, которым уже пользуется большое количество людей. И, соответственно, суть предложения Сбербанка состоит в том, чтобы, единожды получив какой-то документ, этот документ превращался, соответственно, в цифровой вид, и в вашем кабинете, в вашем профиле хранилась ссылка непосредственно на этот документ у соответствующего органа. То есть, соответственно, если вы купили квартиру, у вас есть ссылка на Росрегистрацию, так скажем, куда, если вы позволяете, открываете доступ, допустим, к тому же банку, банк просто переходит и переходит по этой ссылке к этому документу. То есть, соответственно, вам, во-первых, не нужно тратить время на то, чтобы получить выписку, еще что-то представить вам, и банку, банка, соответственно, не будет никаких сомнений, что эта выписка не поддельна, то есть, потому что он ее в электронной форме увидит, соответственно, в пластыре как будто на сайте самого регистрирующего органа. И так, касательно водительских удостоверений и всем таким образом это позволит сэкономить время, это позволит у тех же банков, например, у других организаций убрать сомнения в том, что этот документ подлинный и, соответственно, эти документы будут в свое время обновляться. Ну, эта концепция загорбанка по каким-то причинам у некоторых банков вызывает оттажение в УФТ, но я считаю, что это совершенно правильно, это как бы наиду вырушил. Касательно того, что вы говорили о конечных результатах цикровизации, тут есть несколько мнений. Одни эксперты говорят, что в отличие от США, Канады, Китая, наши банки все же более цикровизованы, то есть они более молодые, например, по одному из отчетов Россия в плане электронного банка входят в пятерку в Европу. Соответственно, нашим банкам легче перейти на цифровое общение с клиентом, и наши клиенты, так скажем, умеют пользоваться этими телефонами. Например, представители нашей ассоциации встречались с представителями банка Италии, с представителями ассоциаций коммерческих кооперативных банков Германии, и теми представителями единогласно было отмечено, что наши банковские приложения, они гораздо, так скажем, круче, чем то, что представляется банками их стран. Поэтому, я думаю, есть одно направление, что все же IT-компании, они сам, так скажем, правой рукой банков, они будут помогать, ну, каким-то действительно могут составить конкуренцию, но в полной мере банки не вытеснили. Второй, более стептический взгляд касается того, что банки проиграют конкуренцию, и из тех услуг, которые им останутся, это, по сути, в принципе, только депозиты, когда деньги приносить самохранение, ну, там, может, эти платежи, и так далее. А все переводы, все остальное подкроют цифровые компании. Мне кажется, на сегодняшний день в ближайшей перспективе это, скорее всего, нереализуемо, в том числе и с паровой точки зрения, и с той точки зрения, что те неоднократные кризисы, там, пирамиды и все остальное, они, так, банкам есть недоверие, но банкам больше доверия, чем цифровым компаниям. И также нужно отметить, что цифровизация, она достаточно серьезные риски несет, как для клиентов, это риски конфиденциальности данных, тот же создавает цифровой профиль, если кто-то получает к нему доступ, он, по сути, получает доступ ко всем вашим документам безопасности данных и недопустимости логичневых практик. То есть, например, то, о чем я говорил, что банки активно развивают параллельно и свойственные для них направления, допустим, все мы знаем, что банки приступают агентом по продаже страховок. И такие продажи привели к тому, что Центральный банк вынужден был начать работу по пресечению недобросовестных практик с ассоциациями банков, страховщиков, под ассоциацией страховщиков был подписан иммарандум по разработке правил миссеринга это продажи сторонних продуктов, потому что, по сути, клиент, приходя в банк, желает крючок, но в многих случаях просто страховал свою жизнь, отдавал колоссальные деньги на страховку жизни и даже не понимая, что, по сути, он эти деньги больше никогда не убит. То есть, ему доводилось недобросовестная информация. Если мы говорим про цифровое общение с банком, то вот это еще больше риск, потому что клиент в средстве отсутствия каких-то знаний может, соответственно, через IT-компании начать получать совершенно другие услуги, чем он в плане Но так же цифровизация в этом плане может и развить знания, позволить получить доступ к банковским и финансовым услугам из отдаленных мест, позволить это сделать в кратчайшие сроки и получить как лучшие практики банковских услуг, так и, соответственно, лучшие предложения. для банков цифровизация несет еще более существенные риски. Это как волатильность депозитов, потому что, когда вы имеете возможность, не выходя из дома, увидев больше уставов перевести куда деньги, вы это сделаете, скорее всего, и вам не нужно будет тратить на это время, то есть, соответственно, банк уже не может закладывать на это. Соответственно, для банков будет риск связанный с получением прибыли, потому что эти компании будут эту прибыль выбирать, банк вам нужно будет больше вкладывать в развитие своей инфраструктуры. Огромный риск кибербезопасности, потому что, как только появляется у вас несколько поставщиков на этапе общения с клиентом, у вас, соответственно, минус защищенная сеть получается, у вас больше открытых каналов связи, например, ассоциации банков России нашей совместно с компанией Безом запустили платформу по кибербезопасности, в которой на данном этапе у нас проходит пилот до конца этого года. Первый этап будет проводиться в конце актера, около 26 банков участвуют, и как раз происходит, так скажем, онлайн-обмен теми проблемами, которые возникают у банков, то есть, какие-то атаки происходят на банк, соответственно, этот банк сообщает, ассоциация Безом помогает эту атаку отразить, плюс, соответственно, в доле секунды доводит эту информацию и интегрирует ее в ПО и, соответственно, в защиту других банков. там, в том числе операторы связи, Мегафон, по-моему, НГС тоже участвуют уже в связи с переговором. То есть, такие кибер-риски, они могут устраняться, как мы считаем, на наш взгляд, это вот создание таких платформ, которые будут получать информацию от крупных банков, от мелких банков, обмениваться между собой и, соответственно, помогать бороться действительно рисками. То есть, если будут внесены изменения в тот же закон о банках и банковской деятельности, в 26-ю статью касательно банковской тайны, возможно, будет также при поступлении туда информации о номерах хотя бы банковских карт, которые сейчас являются банковской тайны, можно будет отражать, соответственно, вот эти незаконные переводы, то есть, когда будет видно, где клиент находится в этот момент, и банк не будет подсекать эту информацию. Соответственно, у нас еще достаточно высокий операционный риск, и риск ОФТ связан с тем, что банк на данном окапе при расширении количества поставщиков, участников в своей сети, в том числе IT-платформы, он уже не может контролировать то, как клиент совершает операцию, то есть, все этапы операции, если раньше снимали въедение по карте, банк мог это проконтролировать, на сегодняшний день, то, как только платежи будут происходить через платформу, то это будет достаточно проблематично. И вот касательно краудфандинга платформ, да, это будет развитие огромное пределы в США, в Канаде, в Китае, но, на мой взгляд, свойств краудфандинга все же заключается в том, что за счет, так скажем, распыления тех денег, которые вносится, то есть, если вам нужно 1 миллион, и вы привлечете тысячу человек, которые внесут по тысяче, для них это будет не так проблематично, как для банка, да, с одной стороны, так легче будет ваконтики, но, с другой стороны, в тех странах, в частности, в Америке, например, где это сильно развито, там огромный пласт людей, которые относятся, так, со средними доходами, у нас закредитованность населения на сегодняшний день составляет более 70%, и, соответственно, в принципе, дальше уже нет. И, соответственно, с учетом вот тех экономических реалин, которые у нас существуют в данный момент, на мой взгляд, активного развития данной платформы все же не приобретут. Вот сейчас есть риск мошенничества, но тот закон ЦФА, который вот как он сейчас прописывается, да, там, соответственно, будет обязательно идентификация для всех участников этой платформы. Соответственно, это снимет в какой-то степени риск мошенничества для тех, кто будет финансировать, для тех, кто будет привлекать инвестиции. Соответственно, вы уже будете, в принципе, знать, с кем вы общаетесь, вы можете уповать на судебную защиту, то, что не происходит сейчас. Мы были встречи с представителями таких платформ по краудфандингу, обсуждался вопрос налогообложения, в дальнейшем все-таки будут ли они выступать налоговыми агентами, как будут они предстоять информацию. Я для себя сделал вывод, что те платформы, которые сейчас работают, это не краудфандинг в чистом виде, то есть, по сути, это кредитование какого-то стартапа несколькими юридическими или физическими лицами допустим, прозвучали фразы, что они на стартап привлекают 10-15 миллионов и число инвесторов, как правило, не превышает 4-5 человек. То есть, соответственно, один человек инвестирует 3-5 миллионов рублей. На мысли этот несут краудфандинга то же самое могут делать и банки. То есть, если этот процесс заработает, банк также может инвестировать в какие-то технологии и потом их выступать. Краудфандинг в чистом виде это огромное количество физических лиц. Мне кажется, у нас население это не будет разум. Вот моя идея.